Привет! Мы с вами находимся в Свиблове, это северо-восток Москвы. И здесь от Снежной улицы до Лазуревого проезда, около метро Свиблова, проходит проезд Крусаново. Двусторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина его составляет около 1 километра. До 1060 года здесь находилось подмосковное село Свиблова, ну и другие подмосковные всякие населенные пункты в окрестностях метро Свиблова, то есть территорию Владово-Москово. Но очередного проезда тогда еще не было, по крайней мере в том виде, как мы видим его сейчас. Но в 1060 году эта территория вошла в состав Москвы, и в 1064 году этот проезд получил название, эта дорога получил название в честь полярного исследователя, участника синих экспедиции на новую землю, погибшего при попытке пройти северно-морским путем, Владимира Русанова. Жил он в 1875-м, в 1813-м годах. Там он был из города Орел, окончил Орловскую духовную семинарию, но потом увлекся революционными идеями, большевизмом, и, так сказать, уже стал членом партии большевиков. Для участия в революционном движении подвязывался заключением, игрил даже во Францию, где окончил Парижский университет. Но потом в 1937 году посетил новую землю, потом был, в последующий год был участником и даже руководителем экспедиции на новую землю. Впервые пересек перешек пешком, пересек остров Северный и на судах обошел вокруг новой земли. В 1912 году ослабил экспедицию на боте Геркулес по обследованию района Шпицбергена. Затем отправился в плавание вокруг мысля Желания и пропал без вести со всем экипажем. И до сих пор непонятно при каких обстоятельствах. Все-таки места такие северные, там техника тогда была несовершенная, поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну и здесь на этом проезде находятся несколько жилых домов. В основном они уже новые дома, сохранились только, по-моему, один, что ли. Нет, ну есть, есть и советские дома, пятидиньки этажки, 60-х годов построить такие стандартные дома, да. Ну много и вот уже новых домов, таких вот от 15 до 17 этажей, построенных в 2000-е и 2010-е годы. И в том числе самый новый дом, 24-этажный, по домам 31, построен в 2016 году, причем для очередников, сносимых в пятиэтажек и других нуждающихся людей. Тут, кстати, несколько домов построено для очередников с пятиэтажек. Ну такие типичные, такие в основном оранжево-белые дома, очень высотные, в основном 17-этажные. Отмечу, что в девятиэтажном доме, по номер 35, в кооперативном доме, кооперативный экран, в 1964-1972 году жил писатель Василий Шукшин. Ну помимо жилых домов, также здесь находится самое главное строение. Ну метро СВИБО, кстати, в начале проезда находится, я уже говорил, да, это оранжево-вертка метро, открыта была тут станция в 1978 году. Ну а самое главное строение на этом проезде, это экспериментальный завод научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. В НИЖТ, по домам 2А, с несколькими строениями, раньше тут располагался отделением организаций и механизаций путевых работ. В НИЖТ длинная часть, это бывшая демонстрационная галерея путевых машин. Раньше в этих местах была железнодорожная ветка, от станции Лосиностровская, в Ярославском направлении, до платформы Бескудникова, Дмитровского направления. В этом месте находилась платформа Институт Пути, это была такая конечная станция, вот как раз вверх шла Бескудниковская ветка такая была, а станция Лосиностровская до Института Пути. С путевым развитием тут было как раз около этого института несколько путей, на которых стояли путевые машины, вагон лаборатории, ну и другие, тут всякие эксперименты ставили. Ну электрички вот ездили тоже, да, в основном для работников вот этого завода как раз развозили, работников, да, вот, ездили до 1987 года, вот, развозили вот работников как раз на этот завод с разных вот мест, вот, с станции Лосиностровской, дальше там были промежуточные остановки, отрадные там и другие, ну и вот привозили сюда в основном, обслуживая персонала к институту, он был довольно знаменитый в то время. Ну сейчас тоже этот институт работает, а железнодорожная ветка уже, получается, больше 20 лет уже не действует, даже 30 лет уже, получается, не действует, в 87-м году. Также на проезде находится канализационная насосная станция Институтская, здание Пути-8, два детских сада, торговый центр Пути-17, даже три детских сада, торговый центр Пути-17 с фруктовым магазином Русаново, рестораном Барбарис и другими объектами. Еще есть в конце улицы торговый центр Пути-25, у него сам Диксер, рестораном Хо и другие. Много также гаражей на этой улице, гаражей, постоянно к нужным гаражей и с одной и с другой стороны, в том числе вот вдоль линии бывшей железной дороги. То есть вот нужно даже, в жизни эта железная дорога проходила, да, там гораздо вот гаражи находятся, и вот раньше там шла еще ветка. Сейчас ветки-то уже нет, она разобрана, на ее месте построили гаражи. Ну, а раньше там была ветка. Ну, ничего интересного так особенно здесь нет. Кстати, вот этот институт, его вроде как хотят снести, эти здания института, ну и некоторые дома тоже старые, тоже на этом проезде, вот, тоже будут сносить. В том числе, от начальщика института, там есть несколько домов, которые относятся к институту. Так что будут постепенно сносить. Ну, а так, здесь есть интересное здание, в том числе институте, которое можно было бы посмотреть, здесь на этой улице. Ну, и также, может, знаете, вот этот контраст уже на старых домов советских и, соответственно, новых, которые уже построены в современной времени. Да, их всегда легко, метровая свибла, дальше пешком, практически сразу попадали на этот проезд. Можно проехать на автобусы 176 и 185, они проезжают весь проезд, так что можно совершить, ну, почти весь проезд, даже и весь. И может решить на нему автобусную прогулку. Приятного прогулок и до новых встреч на улице Маска.